Всем привет, с вами Прио. Мы рассмотрели в недавнем видосике топ 5 худших маунтов. Сегодня же мы рассмотрим топ 5 лучших маунтов. Как мы знаем, в дополнение Shadowlands выйдет довольно-таки скоро. Ну, мы надеемся на это. Будет введено очень-очень много маунтов. Какие-то маунты повторяются, но все же будут некоторые интересные новые маунты, которые по своим моделькам очень и очень интересны. Поехали! Топ 5. Это интересный, хороший, красивый и реально новый маунт под названием Колыбель Дикого Семени. Моделька пока что маленькая, но предлагаю увеличенную ее версию, вырезанную в фотошопчике. Красивая, хорошая колыбель, которая, скорее всего, со временем получит функцию полета. Надеемся на это. Кошмарная лошадь Бланча. Топ 4. Интересная лошадка, кровавого цвета, с кровавыми глазками, с дымком из задних копыт. Очень интересный дымок, почему-то есть его нету спереди. Вопрос довольно-таки интересный. Также предлагаю ее увеличенную версию, вырезанную в фотошопчике. Вы можете сказать, что это обычная коняшка, но на самом деле нет. Во-первых, это призрачная коняшка, что довольно-таки интересно и красиво смотрится в рамках Варкрафта. Так она еще и кровавого цвета. Кровавого цвета маунтов в принципе мало. Коридорный ужас. Топ 3. Скажем так, это существо, близкое по своей структуре к собаке, пожалуй, которая просто является ожившей. У нее ни ножки, ни костяшки какие-либо. У нее просто души летают. Тьма какая-то между лапками и туловищем. То есть можно сказать, какие-то ожившие доспехи. Что-то реально интересненькое. То есть у нее нету внутренностей. У нее ничего нету. Это ожившие доспехи плюс переливающаяся тьма. Выглядит круто. Вестник смерти. Он настолько большой, что даже не поместился в окно просмотра. Предлагаю увеличенную его версию, вырезанную в фотошопчике. Собственно, маунт, который будет даваться за мастер ключей. Battle for Azeroth первого сезона. На самом деле ошибка. Он будет даваться за Shadowlands'овский мастер ключей. Строим все пятнашечки в таймер. Получаем замечательного маунта. Маунт похож на шаманского, которого получали шаманы в компании Легиона. Маунт похож на ледяного шквала. Но тут есть дополнительные украшения. Дополнительная анимация. И в принципе он выглядит обновленно. К тому же красивенько. Пожиратель душ. Грешного гладиатора. Требуется достижение. Грешный гладиатор первого сезона Shadowlands. Зловещий маунт для гладиаторов. Гладиаторское достижение само по себе тяжелое. Мы это знаем прекрасно. Чтобы получить этого маунта, нужно реально постараться. Так тут он еще и красивенький. Очень красивый маунт. То есть морда зловещая. Крылья не просто обычные крылья. Тут есть их силуэт. Но они переливаются тьмой. Это красиво. Очень красиво. Просто замечательно. Вот и все. Топ 5 лучших маунтов готов. Уверен, что вы пролутаете всех этих маунтов очень и очень быстро. Ну окей, может быть гладиаторский только немножко будет напрягать. Но посмотрим, какой будет пвп в Shadowlands. Думаю, намного лучше, чем в четвертом сезоне Battle for the Road. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.